друзья всем привет 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 с вами елена остеменко бессенсорный психолог ваш не скучный психолог сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы которые вы мне задаете если у тебя есть свой какой-то вопрос который ты хочешь чтобы я раскрыла слышать мое мнение психолога с более 20-летним стажем и опытом психолога который сам прокачан у которого все хорошо в сфере финансов сфере отношений то можешь писать свой вопрос под этим видео например в комментариях ну или в соцсетях как бы все знают как меня найти да кто не знает можно зайти здесь же на youtube страничке на youtube канале и есть и мои соцсети там написать или мне лично или еще как-то там выйти на связь под каким-то постом в комментариях и так сегодня отвечаю на вопросы и хотела кстати вот такую грань черту про нее немножко поговорить упертость и упорность упертость это говорят упертый баран да это вот уперся и бьется бьется голову расшип и все равно да вот барана есть желание там что-то там куда-то или пройти даже если ворота перед ним закрыли это упертость а есть упорность вот я например упорный человек и у меня часто получается что любые какие-то дела начинания идут всегда не просто так обязательно нужно приложить усилия но когда есть упорность до упорность упорство и труд да там умение труд супер труд упорство плюс гибкость это вот двуединство вообще отлично работает если ты что-то делаешь 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 и не доходишь до результата попробуй подойти немного с другой стороны и наверняка у тебя получится вот к чему это я потому что первый вопрос это мне спрашивают открыть стоит ли открыть свой бизнес но смотри если ты все расписала если ты все посмотрела если ты все взвесила и да хочу да хочу но попробуй если там не супер огромные какие-то вложения если это не блажь да они открыть ли мне бизнес вот если тебя действительно какое-то желание четко и ты понимаешь суть изнутри если тебя есть бизнес-план если тебя все проработано ты можешь попробовать не получится так попробуй под другим углом по другим соусом будь гибкой вот упорство и гибкость это вот круто очень работает так дальше пойдем как разобраться какие парни не подходят я сейчас скажу такую спорную мысль для девушек но она имеет место быть а мужчина может быть сейчас скажет о ну вот нам такая идея вообще не нравится смотрите девушки до 27 лет у них огромный выбор всего их главный ресурс это молодость они могут выбирать делать все что хочешь если что-то устраивает не устраивает не устраивает до свидания я скажу что когда я была молодой и выбирала если мне что-то не нравилось я быстро расставалась тут же моментом не задумывалась но мастератка чуть не упала с вопросами но ко мне обращаются на консультации идут на сопровождении девушки и женщины которые там 24 25 26 27 лет которые боятся что-то не так сказать боятся что но показаться какими-то что их бросят оставят у тебя огромный ресурс ты прекрасно ты молода вот женщины уже там 40 50 они шикарны они супер потому что они все знают кого хочу кого не хочу если она еще обладает таким качеством как любовь к себе самоценность это очень круто работает вот тогда да она выбирает но уже ограничен круг желающих на эту женщину понимаете вот а до 27 лет делай что хочешь вот вообще просто не заморачивайся прям выбирай нравится не нравится и поэтому на вопрос как разобраться какие парни не подходят хотя выбирай смотри и составляет там свой какой-то список что вот с такими такими качествами мне точно не подходит список выписывай в голове когда ты выписываешь что напрямую работаешь с психикой это очень хорошо и круто работает так что как разобраться какие парни не подходят иди от обратного например пойми вот этот не подходит этот не подходит этот и ты встречаешь человека с такими качествами ты понимаешь вот этот вот этот вот этот мне точно не подходит потому что него такие качества не хочу вот вообще не устраивает от слова совсем далее поехали следующий вопрос как перестать сравнивать настоящего парня с бывшими но смотрите нет никогда двух одинаковых людей проблема девушек и женщин в том что начинают обожгутся обо что-то о кого-то об 1 об 1 2 3 4 5 и когда встречается там последний парень он почему-то обязан отвечать за все грехи своих предшественников но он совсем другой он пришел он не знал не тебя раньше не твоих всех женихов бывших не твоих любимых бывших не твоих всех мужчин и прочего и все разные понимаете это как сравнивать осину и березу это как сравнивать яблоко и апельсин все люди разные и это как разные каждый человек это огромная вселенная и научись не сравнивать ты пойми себе в голове отложишь что все люди разные и один не обязан отвечать за другого и не могут быть они похожи и если ты хочешь устраивать те же самые отношения которые у тебя когда-то были да и тебя в голове вот это все засело а мозг нас обманывает и тебе человек то может быть извиняюсь за мой французский там насрал 259 тысяч раз но где-то были конечно классные счастливые моменты если вы были вместе но вы расстались потому что он уже просто тебя вот этим своим говном обложил так что ты не могла уже не вдохнуть не выдохнуть и ты вышла оттуда с дергавшимися дергающимися глазами в отвратительном состоянии на антидепрессантах и ты сейчас вот вспоминаешь там тогда у нас было вот так вот так и так классно вот мозг обманывает и он к сожалению или не к сожалению плохое убирает оставляет хорошее когда там какие-то бывшие нарисовываются девушка женщина думать ой а бывшие нарисовываются периодически да и предлагают а давай на же чтобы так все было классно девушка женщина вспоминает классный момент и думать ой правда что то у нас там было наверное он уже изменился и наверное все будет по-другому вот и не надо сравнивать никогда и никого вот возьми за привычку не сравнивать бывшего настоящего какие-то качества ну потому что не могут быть одни и те же каждым человеком и ты меняешься и ты не такая какая-то было скажем там 5 10 20 лет назад есть такая теория что люди каждые 7 лет меняются меняются целиком и полностью то есть состав крови все клетки да у нас улучшиваются клетки они как мертвыми становится да и вот такой слой кожи да там хорошо там или массажем или там поскрабить или еще что-то и за 7 лет это совсем другой человек и мысли мы же все но предполагается что мы все развиваемся не стоим на месте есть конечно люди которые не развиваются и говорят ну я на одном этапе стою нет это иллюзия человек или развивается идет вперед или человек скатывается назад деградирует на любом случае это не тот же самый человек это совсем другой человек поэтому когда этот вопрос да как перестать сравнивать настоящего парня с бывшим нужно понять что это две разные вселенные это не может сравнивать две разные вселенные потому что это неправильно и некорректно следующий вопрос переходим шрамы на теле есть после операции по-женски и есть страх что мужчина скажут что-то или разлюбит но это опять это любви к себе есть такая классная практика подходи к зеркалу в течение долгого времени изо дня в день подходи 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 смотри какая ты нравься себя люби себя делай какие-то прически девай какие-то платьюшки кофточки пенюар чеки все в чем ты себе нравишься подходи и говори я себе люблю если понравится если бел Millionen блюдо себе нравится себе люблю а себе норм même я себя люблю я люблю себя я себе нравится так много много раз если что то где ты не нравится ну подправь тогда там у и лицо там как то ну возьми массаж один делай самом массаж переоденься во что что-то такое, в чём ты себе сам будешь нравиться. Вот, такие дела. И смотрите, но когда ты начинаешь встречаться с мужчиной и боишься, что он увидит какой-то твой шрам, и он тебя разлюбит, он к тебе не так будет относиться, он тебе какой-нибудь гадость скажет в отношении этого шрама. Смотри, когда люди начинают встречаться, вырабатывается дофамин, и человек вообще не видит для него прекраснейшее самое в мире существо. Ты ангел, сошедший с небес. Если это не так, то зачем он такой мужчина? Скажи ему «Адьос, Лепидо», «Прощай». Вот, понимаете? У меня даже история была одна подопечная, у неё был очень такой сильный шрам, я не знаю, там какие-то мясорубы, мясорезы, как это называется, мясники, резали очень грубый шрам. И я начала общаться с мужчиной, и должна была быть у них встреча произойти, а потом и близость. Она очень переживала, очень. И я вместе с ней как-то вот так вот, я её там подготавливала, но был такой волнительный момент. И когда у них всё произошло, и он сказал, «Ты прекрасный, ты удивительный». И она говорит, «Ну как же, у меня вот этот уродский шрам ненавистный, отвратительный, разве тебя не тошнит от него, разве тебе неплохо?» Он говорит, «Ну, это же часть моего представления о тебе, это часть того тела и души, которого я люблю». И любит ведь не за тело, любит же за комплекс какой-то, да, там, поведение, внешность, душа, повадки, ну и прочее-прочее. Это общее, да, какое-то комплексное представление. Поэтому любит за всё вместе. Поэтому шрам – это не отдельное что-то, это часть тебя. Это нужно опять-таки про любовь к себе, люби себя. И, ну, шрам и шрам, ну и что, да какая разница. Любит не за наличие или отсутствие шрамов. Я, кстати, знаю одну итальянскую женщину, она потрясающая. У неё нет ноги, у неё протез, и она в разных одеждах, она в разных каких-то там съёмках участвует, ещё где-то. И она просто прекрасна. Вот полюби себя, подходи, делай практику, про которую я тебе сказала. «Я себя люблю, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себя люблю». И за дня в день подходи, есть минутка, подойди к зеркалу, к большому, увидь себя целиком. Любовь к себе – это принятие к себе. Нужно научиться принимать себя, любить себя, и тогда тебя не будет волновать, есть шамы на теле или нет шамов на теле. Друзья, на этом будем финалить. Не люблю длинные видео записывать, и вам неудобно их смотреть. Лучше мы продолжим. Это была третья часть уже, да, будет четвёртая, пятая и так далее. Нравится – ставь лайк, подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить полезное, интересное видео, которое я для тебя записываю. Поделись этим видео с своими подругами, многим женщинам, я думаю, будет это интересно. Подпишись, пиши в комментариях, что думаешь по этим темам, на эти вопросы, и задавай свои вопросы. Я могу записать, мне несложно сесть, на 10-15 минут ответить на ваши вопросы. Я даже вам очень благодарна, реально благодарна, когда вы задаёте мне вопросы, когда вы хотите, чтобы я вам ответила на эти вопросы. Всех люблю, всех люблю. всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok